Хэллоуин История Хэллоуина берет свое начало от древних кельтов. Прообразом стал языческий праздник урожая Самайн. В конце октября, в начале ноября, кельты отмечали конец осени и приход зимы, темного и холодного периода года. Зима для древних людей была началом ограничений в еде и переходом к жизни в помещении. Ночь Самайна. Граница между двумя половинами года. Светлой и темной. Магическое время, когда по поверьям кельтам открывалась дверь между физическим, реальным миром и миром духов. А значит, с приходом темноты, духи могли проникать в мир людей. Страшно! Да! Корни традиции облачения в пугающие костюмы на Хэллоуин лежат в стремлении древних кельтов запутать злых духов, вернувшихся на землю во время Самайна. Боясь встречи с привидением, люди надевали маски, выходя из дома. Увидев устрашающую маску, привидение могло принять человека за своего. Еще одна мера, направленная на подкуп привидения, предполагала выставление угощения за двери жилища. Древние кельты верили, что приняв дар, духи отвяжутся от обитателей дома. В целом, смысл праздника Самайна был в поминании умерших предков и общении с усопшими. В восьмом веке христианский праздник День всех святых постепенно начинает замещать Самайна. В это время и формируются зачатки Хэллоуина, который вобрал в себя и кельтские, и христианские традиции. Спустя несколько веков в средневековой Англии он получает название канун Дня всех святых – All Hallows Eve. Позже название трансформируется в привычное нам Хэллоуин. В 19 веке Хэллоуин был привезен в США ирландскими иммигрантами из Великобритании. Там ирландские обычаи быстро изменились под влиянием местной культуры. И появилась американская версия праздника, где на смену репки пришла популярная в тех краях тыква. Но почему устрашающая тыквенная голова называется светильник Джека? Все дело в легенде, которая звучит так. Купец Джек пригласил дьявола в бар, чтобы выпить. Но когда пришла пора платить, мужчина не захотел расставаться с деньгами. Хитростью он заставил сатану обернуться монетой, чтобы рассчитаться за выпивку. Когда дьявол превратился в монетку, Джек положил ее в карман, где лежал серебряный крест. Из-за этого сатана оказался в ловушке. Джек освободил дьявола, попросив не беспокоить его целый год. А если умрет, не забирать его душу в ад. Дьявол пошел на сделку, но вскоре опять попался на уловку хитреца. Джек уговорил демона забраться на яблоню. А пока тот срывал фрукты, мужчина вырезал на дереве крест. И сатана не смог слезть на землю. Чтобы получить свободу, он пообещал Джеку не беспокоить его еще 10 лет. Вскоре Джек умер. Проведя жизнь в пьянстве и грехе, он не смог попасть в рай после смерти. Согласно обещанию, дьявол не стал забирать Джека и в ад, а лишь бросил ему кусочек угля из адского пламени. Той холодной ночью Джек положил тлеющий уголек в пустую репу, чтобы он не затук и пустился в странстве. Отсюда и название – светильник Джека. Еще одна распространенная традиция Хэллоуина – ходить по домам и выпрашивать сладости. Это развлечение зародилось еще в средневековье. В 30-е годы прошлого века в США появилось выражение «Tricot Treat». Оно переводится как «шутка» или «угощение». Иногда используют другие варианты перевода – «проделка» или «угощение», «сладость» или «гадость». Эта традиция живет до сих пор. Дети в образах призраков и пиратов стучатся в дома соседей и выпрашивают сладости. Чаще всего им дают конфеты, а если нет, то они совершают разные пакости. Хэллоуин традиционно празднуется в Западной Европе и Америке. С конца 20-го века в ходе процесса глобализации мода на атрибутику Хэллоуина возникает также в большинстве стран Восточной Европы и СНГ. В наши дни Хэллоуин не несет никакого религиозного или мистического смысла. Сейчас этот праздник – лишь повод нарядиться и повеселиться с друзьями, как это делают во многих странах. Наряды на Хэллоуин значительно эволюционировали за прошедший век. Изначально костюмы старались делать как можно более пугающими. Выглядело это далеко не праздничным. Но уже к началу 2000-го года костюмы начали приобретать яркие образы, и сам праздник превратился в шоу. В России Хэллоуин не прижился отчасти потому, что большинство россиян православные и считают этот праздник чем-то демоническим. Часто на вечеринках и в социальных сетях устраивают соревнования, чей грим и костюм наводят больше ужаса, что, собственно, многих пугает и отталкивает от этого праздника. Ведь не всем по душе страшилки. Однако, никакого запрета на празднование не существует. Каждый сам для себя решает, отмечать ему Хэллоуин или нет. Если вы все-таки решились погрузиться в атмосферу праздника, украсить свой дом, нарядиться, и осталось только выбрать, что посмотреть, но вы не любитель фильмов ужасов, тогда вот вам подборка мультфильмов на Хэллоуин. Классика Хэллоуина, мультфильм-легенда и просто отличная история о том, что нужно заниматься своими делами и не совать нос в чужие. Кошмар перед Рождеством. Мультфильм рассказывает о царстве Хэллоуин. Это Хэллоуин! Это Хэллоуин! Царстве страхов и кошмар, где живут мертвецы, уроды, чудовища, во главе с царем ужасов Джеком Скилингтоном. Под Рождество Джек случайно попадает в город Рождества, где узнает, что где-то есть радость, добро и веселье. Ему страшно захотелось испытать это чувство, дарить людям счастье. И тогда он похитил Санта-Клауса и занял его место. Труп невесты. Здесь нет конкретного отмечения Хэллоуина, зато есть все остальное, что вам потребуется для атмосферы. Угрюмая осенне-зимняя обстановка, веселый загробный мир и очаровательная мертвая Эмили, чье сердце продолжает любить, хотя уже и не бьется. Жуткая повесть о любви, страсти и гнусном убийстве. Ты не пожалеешь! Франкен Винни. Что делать, если любимый песик умер, а слабое утешение родственников не помогает? Например, животное можно попробовать воскресить, и у главного героя все получается. Ну, почти все. Виктор, что ты наделал? Это было ужасно интересно! Дом-монстр. Три приятеля, Диджей, Заглотыш и Дженни, обнаруживают, что соседский дом – самое настоящее чудовище. Никто из взрослых им не верит, мало ли, что выдумают дети. Поэтому, когда начинаются неприятности, друзьям приходится самим противостоять этому монстру. Но послушайте, вы должны нам поверить! Да, да, шпанат! Паранорман или как приручить зомби. Злобная мстительная ведьма, жуткое проклятие на целом городе, разваливающиеся на ходу зомби, и Норман – мальчик, у которого есть дар видеть призраки умерших. Кроме меня их никто не остановит! Если коротко, это добрый мультфильм, пропагандирующий человечность и терпимость к тем, кто отличается. Прочти книгу на могиле ведьмы до захода солнца сегодня вечером! Но постойте, это же безумие! Книга жизни. Помимо Хэллоуина, в это пограничное осенне-зимнее время отмечаются и другие праздники. Один из них – Мексиканский день мертвых, приходящийся на 2 ноября. Несмотря на пугающее название, этот праздник отмечают пышно, красочно и радостно. И о нем существует восхитительный мультфильм «Книга жизни». Одновременно про любовь, Мексику и то, как важно самому выбирать свой путь. Как красиво! Я чувствую тоже каждый раз, когда, когда вижу тебя. Да, у меня нет кольца. Я могу дать тебе только мою любовь. Ау, Манола! Тайна Коко. В центре сюжета 12-летний Мигель не такой, как все. А сладенькое-то будешь? А то для кого я старалась. Ага, тут же, тут же! Он не хочет заниматься семейным бизнесом, делать башмаки, как все его родственники. Да, я не такой, как все они. Он хочет играть на гитаре и петь, как его погибший кумир. Знаменитый певец Эрнесто де ла Круз. И так уж выходит, что у мальчика появляется шанс встретиться со звездой. Мигель попадает в загробный мир, где рискует остаться навсегда, если к утру не выполнит одно непростое для него условие. И больше не брать в руки гитару! Что? Но ведь так нельзя! Если же вам в этот праздник не хочется ни капли мрачности, тогда вам подойдет уже ставший классикой эпопея о добром Дракуле и его прекрасном отеле. Здесь все предельно позитивно, мило и замечательно, пусть и в исполнении всевозможных монстров. Неплохо. В первой части мультфильм повествует о графе Дракуле, который для себя и своей любимой доченьки построил хорошо укрытый от посторонних глаз отель. А если проберется журналист и спросит, чья это такая дача? Но вездесущие американские туристы проникают и сюда. Вторая часть расскажет нам о том, как граб Дракула выдает свою очаровательную дочь замуж за парня из Миру Людей, и у молодой смешанной пары рождается сын. Станет ли этот ребенок человеком или вампиром? Драк, он падает. Полетит. Не летит. Потерпите. Башня-то высокая. Так это же хорошо. Может, пора? Он же разобьется. Не торопите его. Драк! Я тоже орал в первый раз. Ты что, он уже почти упал? Что ж, похоже, он не полетит. Я же говорил, деда всегда будет с тобой. Монстры на каникулах 3. Море зовет. На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля, загадочную и прекрасную Эрику. Но его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар. Ведь Эрика хранит ужасный секрет, который стоит под угрозу существования всех монстров. Внимание! Я показываю, как убить Дракулу, а также всех остальных монстров! Ставь лайк, обязательно подписывайся и нажимай на колокольчик. А сейчас тебе на выбор два интересных видоса. Субтитры подогнал «Симон»!